Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии А гость в студии у нас сегодня депутат от Объединения для развития за глава бюджетной комиссии Сейма Мартин Джибондерс. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В соответствии с графиком, я так понимаю, где-то через недельку уже, возможно, Кабинет Министов одобрит проект бюджета и дальше он поступит в Сейм. Начнется такая напряженная работа. Что вы ожидаете? Как пойдет этот процесс? Поскольку, с одной стороны, вроде бы коалиция обо всем договорилась, с другой стороны, мы слышим разные мнения, что и даже часть правящих депутатов сомневается, должен ли быть бюджет принят именно в таком виде, как он пришел из Кабинета Министов. Или, может, нести какие-то коррекции. Министр финансов сказал, что, возможно, будут изменены какие-то отдельные статьи, касающиеся финансирования самоуправления. Как вы все это прогнозируете? Бюджет – это видение правительства. Не нравится правительство, не нравится видение, как говорится, меняйте правительство и все. Сейму нет ни капецитета, ни возможности создать новый бюджет. Так что нужно смотреть на правительство, которое говорит, знаете, на следующем году будем жить так. И 14 октября я надеюсь, что бюджет поступит в Сейм. Да, но рассматривая бюджет в комиссии, вы же можете вносить в него правки, свои инициативы по законопроектам конкретным. Вы на что его рассматриваете? Тогда, если вы говорите, что бюджет – это определенная работа правительства, о том, как правительство видит нашу жизнь в следующем году. Это так. Тогда что вы можете делать? То, что мы делаем, то, что в парламентарии делается или в парламенте делается, мы должны смотреть, чтобы те обещания, которые дало правительство, чтобы они как-то отозвались в этом бюджете. Иначе получается, что страна идет в одну сторону, а правительство рулит в другую. Но, иными словами, если переданный вам проект бюджета на следующий год не будет содержать в себе дополнительных средств на медицину, на образование, вы тогда что делаете? Вы возвращаете или вносите эти поправки самостоятельно? Ну, это зависит, как мы смотрим на правительство. Но если правительство совсем не сделало работу, тогда нужно в отставку. Если сделало то, что соответствует реальности, то работаем. Может быть, какие-то маленькие поправки делаем. Но, в принципе, те поправки, которые должны носиться, должны носиться в течение лета. А как вы смотрите на работу правительства? Вообще, в принципе, вы говорите о каком-то выражении недоверия. Но разве это возможно, если, по сути, вы так или иначе рассматриваете работу своих же коллег? Я считаю, что нынешнее правительство – это оптимальное, что возможно при этом созыве парламента. А, допустим, профсоюзы, определенные представители медицины, сферы образования считают, что это худшее, потому что это те чиновники, те депутаты, которые не выполняют собственные законы, которые они принимают. Знаете, как законы, законы принимаются в парламенте. А у парламента есть свои мечты и свои, скажем, намерения. А правительство должно работать с фактами и с реальностью. Тогда получается, подождите, что вот есть закон, это закон для депутатов, а правительство говорит, ну, это нереально, поэтому мы не будем соблюдать законы, принятые депутатами ранее. Вы сейчас понимаете, да, в каком законе я говорю? Нет, правительство, конечно, вы говорите насчет закона, насчет медицины, но то, что, или зарплаты сотрудникам медицины. И, конечно, мы как парламент хотим, чтобы правительство делало все, чтобы большинство ресурсов шло на медицину, на эту сферу, где нам очень-очень не хватает ресурсов. Вот, смотрите, я понимаю, что это вопрос приоритетов. Понятно, что в коалиции у каждого партнера есть какие-то свои пожелания. Но вот мы помним, что это был конец прошлого года, семь единогласно приняли вот эти вот поправки в закон о финансировании здравоохранения, который предусмотрел определенную сумму на повышение зарплат медикам на 20% с 1 января следующего года. И, с одной стороны, мы понимаем правительство, которое может сказать, вы знаете, ну вот этих 120 миллионов, их нет, их просто нет. Тогда понятно. Но мы видим математику. Дополнительно было выделено 192 миллиона. Ну, 192 миллиона, наверное, мы все в школе учились больше, чем 120 миллионов. Таким образом, в принципе, если бы коалиция посчитала, что закон надо исполнять, эти деньги найти было бы можно. Но, я так понимаю, министр здоровья, представитель вашего объединения не смогла убедить коалиционных партнеров, что вот надо все-таки выполнять это обещание. Я вам скажу честно, деньги ни в стране, ни дома не находятся. Они распределяются по-другому. Вопрос, кому отнять и кому дать эти деньги. И, если смотреть насчет медицины, то наши, скажем, стремления по распределению этих денег, ну, были, я считаю, что успешны при нынешнем бюджете. Более чем четверть бюджета будет распределяться, или те дополнительные деньги, которые были в этом бюджете, будут распределяться в медицине. А 50 миллионов 42 пойдут на зарплаты, как раз. Ну, да. Ну, и сейчас будет, скажем, профессионализм и мастерство министра здравоохранения, чтобы распределить так, чтобы деньги попали тем, которым реально надо. Это, кстати, тоже хороший вопрос, потому что мы знаем, что сейчас же не советская система напрямую из министерства. Деньги не идут на зарплаты. Да, они идут через Национальную службу здоровья в акционерное общество, в эти больницы. И потом уже распределяется, дойдут ли эти деньги до медиков. Да, это тоже еще вопрос. Да, 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 это очень важные вопросы. И главное, что есть же медики, которые получают хорошие зарплаты. Не получается так, что все медики получают плохие зарплаты. Ну, там медсестры, например, получают очень маленькие зарплаты. Ну, последним данным, самые низкие в Европе. Да, им нужно, конечно, дополнение. А тем, которые получают хорошие зарплаты… К примеру, семейные врачи совсем уже не маленькие зарплаты. Да, ну, я бы… Ну, в Риге, да. Да. Если смотреть по регионам, это другой вопрос. Это другой вопрос. В Риге по-другому. Рига и регионы живут немножко иной жизнью. 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, это телефонный прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp 2061-91. Напомню, у нас глава бюджетной комиссии СИЭМа сегодня в гостях Мартиндж Бондерс. Вы сказали о том, что деньги не находятся, они перераспределяются. Но есть еще одно уязвимое место у нас в государстве. Это образование, зарплаты учителей. И все равно эти деньги распределяются, но они откуда-то находятся, откуда-то изымаются. Допустим, на финансирование общественного телевидения нашли миллион. Выделили его из финансирования на партии, как предусматривается. Нашлись деньги на доставку печатной прессы у Министерства сообщения. Что здесь? Учителя не получают более высокие зарплаты, по крайней мере, как это подразумевалось в последующие годы. А вот этот срок повышения только до Нового года сейчас им предложен. Что будет дальше, они находятся в неизвестности. Почему опять нельзя где-то что-то перераспределить, просто исходя из тех приоритетов, как они расставляются? Скажем так, до Нового учебного года. Это 1 сентября, а не 1 января. Это до 1 января? Да, до 1 сентября. До 1 сентября следующего года. Хорошо, а почему нельзя, вы же помните эту всю историю, когда министр образования очень долго бодалась, в прямом смысле этого слова, с профсоюзами учителей, они не могли прийти к соглашению о том, каким образом можно найти эти средства. Учителя должны выполнять свои обязательства только тогда, когда будет пересмотрена сеть школ, и возможно эти деньги будут найдены. Но почему только в последнюю очередь? Почему не сразу? Почему, когда заходит, не знаю, вопрос о доставке печатной прессы, мы что-то делаем и находим эти деньги? Хотя, там речь идёт тоже о 4-х миллионах, 3-х миллионах евро. Знаете почему? Потому что нам и вам тоже нравится сравнить все цифры с Европой. Если смотреть по медицине, то, конечно, медицины Латвии тратят наименьшие деньги в Европе. Или почти наименьшие деньги в Европе. Если смотреть по образованию, там другая картина. Это и вопрос другой. Как эти деньги тратятся? Правильно ли тратятся деньги? И у нас, как налогоплательщикам, важно, чтобы те деньги, которые тратились через госбуджет, были эффективными. Ну, например. Когда эти деньги тратятся на зарплаты сотрудников? Эстонии, которые находятся в севере от Латвии. Они тратят в Европе не уж самые большие деньги, если смотреть по фактическим цифрам. Но у них качественная система образования, среднего образования. Как же так? Спрашивается. Это означает, что эстонцы поняли, как тратить эти деньги. Эффективно, разумно. Ну, все равно, какое слово будем использовать. Ну, сколько, на Ваш взгляд, сегодня в современной, вот в наших реалиях должен зарабатывать, получать в месяц учитель в школе? Я по-другому бы спросил. Сколько бы в Латвии должно было быть учителей в школе? Ну, их не хватает. Кто это сказал? Мы все говорим о начале учебного года, и около, по-моему, 100 вакансий открытых было в Риге сотрудников дошкольных учреждений и образовательных учреждений, в том числе и школ, и около 500 по Латвии. Это данные министра образования. Да, это вопрос по специальностям. Есть специальности, которые не хватает. Например, учителя физики. Например, учителя математики. Не хватает, да, правы. Но мы же, повышая зарплату, не можем сказать молодому человеку, что он должен идти учиться на учителя физики. Ну, если ему физика не нравится, а нравится спорт, это ничего не поделать. Принудительного характера никто, конечно, не подразумевает. Но я, в общем, все равно... Невозможная миссия, да. Как вы оцениваете, насколько вы оцениваете работу учителя в латвийской школе? Сколько стоит? Да, сколько он должен получать? Я не знаю. Вы такой вопрос задаете, который... Мне нет ответа. Ну, вы же знаете, что по государству, в том числе, об его, может быть, экономическом развитии, можно судить... Ну, это, на мой взгляд, по зарплатам педагогов, пожарных, полиции, врачей. Да, это, допустим, бюджетные формы оплаты. И можно говорить о том, на каком уровне и в какой компетентности, и насколько уважительно мы относимся к этим профессиям. Считаете ли вы, что у нас... Алина, откуда деньги? Это всегда вопрос. Откуда деньги? Это я хочу вас спросить. Да. Откуда должны поступать деньги? Ну, у меня, как у главы бюджетной комиссии, нет в кабинете тумбочки с деньгами. Ну, нет. Ну, извините, но... А мне кажется, в этом должно заключаться эффективное управление государством. Это бизнес, да? И насколько умело... Нет, управление государством – это не бизнес. Насколько умело мы ведем наше хозяйство, либо мы будем банкротами, либо мы выйдем в ноль, либо мы будем всегда приумножать. Это количество финансирования и общее пополнение бюджета. Да, мы знаем. И здесь дело даже не в том, у государства есть свои природные ресурсы, там, нефть, нефть. Мы можем взять самые богатые страны, там, такие, как Венесуэла, и понять, что они бедны. И страны, где ценится человеческий ресурс. Я вам скажу так, мы очень, скажем, неэффективно используем те деньги, которые даются на образование. Или, ну, не совсем эффективно используем. Кто мы? Кто мы? Страна Латвия. Вот, может быть, я такого поза дам. Нет ли у вас таких, не знаю, опасений или тревоги, что мы очень большинство говорим о том, сколько поделить деньги, да? Но мало думаем о том, как эти деньги заработать, да? Потому что, ну, вот, та же сейчас, вот, выполнение рекомендаций Moneywell, с одной стороны, понятно, что надо бороться с отмыванием денег, с финансированием терроризма. Тут вопросов нет. С другой стороны, мы видим, что зачастую это все приводит к тому, что банки, понятно, что избавляются от нерезидентского бизнеса. Теперь уже испугавшись, я так понимаю, что очень многие, я общаюсь с предпринимателями, латвийскими сугубо, они говорят, ну, сейчас уже счет открыть в Латвии, в латвийском банке, в латвийской компании становится большая проблема. Если так дальше будет продолжаться, мы скоро не найдем денег не только на учителей и на медиков, но и на другие нужды тоже. Что с этим делать? Я знаю, что комиссия по бюджету неоднократно тоже обсуждала этот вопрос Moneywell, как вот этот, в другую сторону сдвинуться, потому что мы с одной крайности, то якобы отмывали все подряд, теперь вообще счета не открываем. Ну, как, получилось так, что попали в одну болоту, и сейчас едем в другую, да, ну, вот так получается. Ну, Латвия должна понять, что если страна хочет принимать участие в мировом финансовом рынке, то должна вести себя как в мировом финансовом рынке, по тем правилам. Если хочется быть немножко иными, то раньше или позже наступит проблема. Проблема наступила. Сейчас, ну, скажем, это созыв парламента, это правительство должны работать как пожарники. Тушить этот пожар. Да, тушить этот пожар. В течение тушения пожара не думается, как, чего сохранить, чего не сохранить. Вопрос, чтобы пожар потушить. Самый главный вопрос сейчас, когда это сделаем, тогда начнется... Ну, вот, смотрите, пожар локализовали, да? Еще нет. А, еще нет, вы считаете? Еще нет, да, да, в феврале... Просто потушить, локализовать, это разные вещи. До февраля, до февраля следующего года, тогда я вам, я приду к вам, и сможем договориться. Да, надевайте, пожалуйста, наушники, давайте начнем поднимать звонки. Доброе утро, слушаю вас. Доброе утро, извините, конечно, комментарии, в первую очередь. Гости, конечно, ваши вопросы очень конкретные и правильные, а ваш ответчик на вопросы, конечно, показывает свою в некотором роде некомпетентность и неуглубленные знания. Это чувствуется сразу. И, в принципе, когда говорится речь только о правильных тратах, о правильном использовании финансовых средств, которые уделяются, извините, это, да, не длится одно и то же, но правильный, самый главный вопрос. Откуда деньги? Государство, получается, самоустраняется. Самоустраняется, откуда, каким образом повышать доходную часть бюджета. Полностью самоустраняется. Только одна главная цель на 99%. Тратим, экономим, экономим, экономим. Больше ничего. Цельскообразно тратим. Это я сейчас застал только конечную часть разговора, к сожалению, поздно подключился. Но чувствуется, что человек не очень-то компетентен на своем месте и пытается уйти от вопросов, как по учителям. На образование меньше, надо цельскообразно тратить, экономить, хватает учителя, а потом начинает уплывать. Оказывается, это гуски, некоторых только учителей хватает. Но, в принципе, он не владеет информацией. Поэтому, извините меня, вы очень... Спасибо большое, извините, вынуждены выливать, прервать. Но вот, может быть, действительно, тогда еще несколько слов все-таки о доходной части. Как вам кажется, где мы могли бы зарабатывать больше? Ну, я имею в виду латвийская экономика. Ну, как государство зарабатывает больше? В Латвии повышают налоги обычно. Ну, все страны повышают налоги. Да, но... Все страны повышают налоги, чтобы достать больше в госказну. Если говорить о доходной части, то надо заниматься, мне кажется, в той стране, где популяция постоянно сокращается, людей меньше, и за счет того, чтобы оставлять эту бюджетную часть доходовую на прежнем уровне, или на ее, мне кажется, в такой позитивном прогрессе, конечно же, повышаются налоги. И вот у нас проблемы с дорогами, мы сразу повышаем акциз, да, вот, ну, буквально. А где деньги брать, европейские фонды закончились? Почему, допустим, все дорожные налоги, которые собираются, не направить на то, чтобы как раз-таки инфраструктура улучшалась каждый год? То есть это как-то неправильно. Ну, вы понимаете, то есть все-все-все деньги, которые собираются с наших водителей, они не идут напрямую в Министерство сообщения, и на эти деньги не создается инфраструктура, они распределяются на другие нужды. Ну да. А почему? А почему так? Знаете, почему? Почему? Потому что акциз на топливо, не только акциз на содержание дорог, это тоже акциз на того, как, ну, скажем, бороться с применением климата. Ну, если вы, а, в какой среде? Да, чтобы, например, чтобы меньше использовали такое и такое топливо. Например. Ну, если мы говорим о топливе, то налоги на топливо на следующий год не повесятся. В этом году тоже, ну, скажем, не такое уж повещение налогов было. Изменений в международной среде больше касается цен на топливо, чем повышение налогов в последнее время. Например, например, те же самые взрывы в Саудовской Аравии. Ну, повлияли на цену нефти на мировых рынках больше, чем латвийский парламент принял налоги на акциз. Хорошо. Тогда ваш рецепт. Вот как действительно повышать доходную часть бюджета, не беря в расчет повышение налогов? Серебряной пули нету. Там есть, скажем, много вопросов, которых нужно делать для предпринимателей. Во-первых, это вопрос правовой страны. Есть ли у вас правовая страна или нет? И это очень важный вопрос. Среда предпринимательская, какова у вас? Хорошая, плохая? У вас, у нас, в смысле, прогнозируемая, давайте говорить, или непрогнозируемая. Да, то смотрит, скажем, международный бизнес. Сегодня с вопросами, например, тем же самым финансовым сектором, очень много из международного бизнеса смотрит вокруг Латвии. Вот это вы отвечаете на свой же вопрос, да? Когда у нас среда инвестиционная, предпринимательская, вокруг Латвии. Я просто отвечаю на вопрос с вопросом или отвечаю по-прямому. Это не имеет разницы, потому что идея та же самая. Хорошо. А что сделать, чтобы вот эта инвестиционная среда улучшилась? Вы смотрели в Латвию? То мы и каждый, скажем, день делаем, чтобы, скажем, во-первых, потушить пожар, и потом, конечно, посмотреть, чтобы те вопросы среды, предпринимательской среды улучшились. Давайте примем звонки по двум линиям. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, вот как может быть человек, который занимается распределением денег, председатель комиссии, который говорит, вот в Эстонии научились. А почему нам не найти человека, который уже умеет компетентно этим заниматься, а не говорит, что вот в Эстонии научились? Да, кстати, мы часто слышим о том, что Эстонии удалось то, мы не внедряем этот эстонский опыт, или там есть свои особенности? Вот почему? Потому что… Нет, есть вопросы, в которых у нас лучше ситуация. Например? Ну, например, тот же самый IT-сектор. Лучше, чем в Эстонии? Да. Вы сейчас с чем сравниваете? Я сравниваю с темой, я говорю с предпринимателями, которые, например, работают в Эстонии и в Латвии. И у кого лучше пиар в Эстонии? У кого лучше IT в Латвии? Я с вами здесь не соглашусь. А вы на чем? Ну, какие-то проекты, на чем вы основываете? Я основываюсь на свои, скажем, на те переговоры с лидерами, с лидерами… Эстония, передовая страна технологии, единственная, где проходит электронное голосование. Страна изобретателей скайпа, страна диджитал. Вы знаете, как там голосование электронное происходит? Как? Ну, там происходит электронное голосование перед выборами. Ну, так же, как у нас. Там есть… Нет, там не можно день выборов, там нельзя в день выборов электронно голосовать. Невозможно. Там первые три дня до выборов можно проголосовать электронно. А как у нас первые три дня можно пойти в другой участок? И потом пойти в участок и изменять свой голос, правильно? Этого я не знаю. Ну, этот электронно, да, частично электронно. Хорошо, но вы, это не подтверждает то, что это… Если, и останцы сами говорят, если бы им нужно было внедрить эту систему в нынешний момент, они бы не внедрили эту систему. Они внедрили перед всеми вопросами безопасности электронной среды, которые появились в последние годы. Вот если мы говорим все-таки о предпринимательской среде, возвращая все-таки на ваш взгляд, что не хватает нам для того, чтобы инвесторы приходили? Потому что мы помним, что еще когда Латвия переходила на евро, главный аргумент был, ну тогда уж инвесторы точно повалят к нам, поскольку будет единая валюта, очень удобно. Ну, такого вот массового притока инвесторов не произошло. Мы не видим таких суперпроектов. Ну да, иногда приходит какая-то новая торговая сеть, но в принципе вот таких крупных инвестиций, для создания даже небольшого какого-то инновативного производства, вот иностранного, мы пока не видим. В чем проблема, на ваш взгляд? Мышление. Мышление в стране. До тех пор, пока, например, у нас был премьер-министр, который не говорит по-английски, проблема. Большая проблема. А в чем проблема, если согласно нормам ему может предоставляться переводчик? Проблема в том, что большинство разговоров происходит за кулисами. И там люди, если не можешь говорить, ну сам виноват. А вы имеете в виду кулуарный? Да, если, например, какой разговор бы был, если бы я сидел тут, и вот тут сидел у меня переводчик? Ну, насколько мы могли бы переговорить? Я не говорю, что у меня самый лучший русский язык, но немножко говорю, немножко понимаю. То есть тогда бы, ну да, по интервью бы пришлось бы просто переводить, да? Да, во-первых. И у нас получился бы совсем другой разговор, чем напрямую. Вы считаете, это возможность как-то, вот эта кулуарная возможность обменяться мнениями, переговорить на английском языке нынешнего премьер-министра Кричиниса Каринша, она как-то спасает, и он этим может воспользоваться? Не только премьер-министр, тоже президента страны. Кстати, да. Вот что касается еще налогов, мы знаем, что в этом году, ну на бюджете следующего года решили налоги не повышать. С одной стороны, это верно. С другой стороны, может быть, мы как раз затягиваем решение тех или иных проблем, потому что мы знаем, что налоговая реформа, которая произошла при предыдущем правительстве, ну, мягко говоря, хромает. Да, мы даже знаем, что такой простой, казалось бы, пример, как 20% подоходного налога и 23% в результате люди, которые работали, к примеру, в двух местах, оказались должны государству. И мы практически это не исправляем. Может быть, все-таки надо было и в 2020 году что-то поменять в налоговой системе? Ну, то, что коалиция согласилась или договорилась между собой, что фактически налоги будем менять в раз в 4 года, это тоже предпринимательская среда. В принципе, это правильно вы считаете. Ну да. И фактически сейчас закончим работу над бюджетом, и потом начнем работать с вопросами налогов. На заседании вносился вопрос депутатов Сейма на заседании, включить в повестку дня вопрос о том, чтобы не выплачивались на добавки к зарплате за руководство комиссиями. Допустим, вы являетесь председателем комиссии Сейма. Внесли, по-моему, это не принадлежащее уже к фракциям депутаты, и все его отклонили. Также на Монобал собирались петиции, предложения о том, чтобы депутатам не выплачивались компенсации за транспорт, издержки транспортные за аренду жилья, потому что их зарплаты вполне себе можно позволить и добираться до работы, и снимать жилье, если необходимо. Но я так понимаю, что все отклонено. Считаете ли вы, что это действительно разумно, и депутаты должны получать эти компенсации и надбавку к зарплате, либо все-таки нет? Я знаю, кстати, что вы не получали ни одной компенсации, ноль. Я знаю, я знаю, что есть люди Латвии, которые считают, что политики должны жить на воде и хлебе. Почему на воде и хлебе? Зарплата в 3 тысячи евро – это вода и хлеб? И потом иногда хлеб, иногда вода. Но есть люди, которые так считают, и они говорят, что если человек делает дополнительную работу, руководит комиссией, руководит фракцией, работает в президии, то, конечно, любой человек, который делает дополнительную работу, в Латвии получает и дополнительную зарплату. По поводу компенсаций тогда за бензин, транспортные издержки, аренду жилья? Например, в дни, когда я еду в Латгалию, мой избирательный округ, я где-то на счетчике или на одометре вижу, что в день я проезжаю где-то до 700 километров. Я должен оплатить это. Кто должен оплатить это? А вы часто ездите по 700 километров в день? Да, я часто езжу. Я часто езжу. Я часто езжу в свой избирательный округ. Кто должен платить? Мне нет таких денег, чтобы заплатить. Ну, исходя из этой логики, когда люди отправляются, допустим, тоже по работе куда-то, не всем же предприятия оплачивают. Я даже не говорю про эти командировочные. Иногда люди даже до работы добираются до работы. Я не говорю, вот вы, допустим, сейчас поехали в командировку. Да, до работы. Большинство депутатов добираются до работы, ну, с, скажем, ну, с общественным транспортом. Да, но есть такие, которые приносят чеки, и просят вернуть запотраченный бензин. Да, да. Это допустим? Ну, это, скажем так, вопрос того, сколько должен получать политик или депутат. Это тот вопрос, который вы задаете. Сколько должен получить политик? Какая зарплата должна быть у политика? Средняя пенсия? Средняя зарплата учителя? Средняя зарплата в сфере медицины? Какая должна быть? А у вас есть ответ на этот вопрос? Нет, у меня нет ответа. Я считаю, что фактически самое лучшее бы было, если один раз в четыре года определялась бы зарплата политикам и не менялась в течение четырех лет. Вы знаете, допустим, иногда зарплаты замораживаются, да, в особых случаях, в плачевных ситуациях, допустим, в социальной сфере, то есть как раз не учитывается никакая инфляция, инфляция и зарплата получается такая, как она есть, из года в год, да, она не растет. Можно к этому прийти, допустим, сейчас, нет? Ну, сейчас нет необходимости. Сейчас нет необходимости, потому что Латвия живет в хороших экономических обстоятельствах. Если кто-то говорит, что плохо сейчас, то я бы сказал, что нужно быстро куда-то убежать, потому что сейчас хорошая экономика для страны. Вот вы сказали, что вы ездите к своим избирателям в Латгалии. Ну, мы знаем, что Латгалия особый регион, так уж сложилось. Если мы смотрим в социальной сфере, не очень благополучно, так мягко говоря. Наверное, вам избиратели часто спрашивают, которые, может быть, не разбираются в том, что может депутат, что не может. Люди простые говорят вам, ну вот, а почему так? Почему в Латгалии ситуация не так быстро улучшается, так мягко говоря. Что вы можете как депутат своему региону помочь? Потому что мы знаем, что, к примеру, депутатских квот не будет. То есть вы не можете сказать, что, вы знаете, там, не знаю, в Резеконе, я сейчас выделю деньги, да, там, не знаю, на школу, в Дагду, там, не знаю, на детский сад, на дороге. Что вы как депутат можете помочь своим избирателям? Во-первых, во-первых, что депутат может помочь, если так можно выразиться, двигать те инициативы, которые важны для региона. Например, это, ну, аэропорт в Далгопилсе. Вполне реально. Очень важный вопрос, который, ну, я считаю, что очень, ну, скажем так, нельзя решить в день, нельзя решить в месяц, нельзя решить в один год, ну, когда-то должен... А есть там движение какое-то? Ну, потихоньку. Потихоньку. Аэропорт в Далгопилсе, чтобы все жители оттуда уехали? Не, ну, можно и так смотреть на этот вопрос. По поводу финансирования партии... Лучше построить тогда забор, да? Как в США, да? По поводу финансирования партии, вот сейчас обсуждался как раз таки вопрос, и коалиция приняла решение заняться увеличением финансирования, да, партий. Вы, естественно, поддерживаете эту инициативу, но лидер объединения регионов, господин, кстати, то объединение, в котором вы раньше состояли, господин Лепенш, высказывается против данной инициативы, говоря о том, что вот сейчас обсуждать повышение обеспечения партии в нынешней ситуации, это вот такая пощечина обществу, всем учителям, всем медработникам, и как бы из этой суммы вот держите еще миллион на общественное телевидение, ладно, мы выделили. Разделяете ли вы так? Можете ли вы согласиться отчасти с такой точки зрения? Я могу согласиться с мнением, что бесплатная политика очень дорогая. Она полностью зависит от спонсоров тогда, да? Да, очень дорогая, потому что тогда политика – это профессия, политика – это профессия, политика – это нужно заниматься профессионально, чтобы профессионально чем-то заниматься, нужны деньги. В Эстонии это понимают, в Литве это понимают, Латвии до сих пор не поняли. Я надеюсь, что с началом следующего года поймут. Вы в объединении зависите от частных денег? Ну что, как вы подразумеваете? Я говорю действительно о спонсорских денег. Например, новая консернативная партия заявила о том, что… Вы привлекали деньги на выборы. Потому что без этого никак. Как говорится, вашу месседж, ваш месседж вы не можете дать избирателям. Ну невозможно. Ну хотите, как не хотите, медиа стоит деньги, поездки стоят деньги, все стоит деньги. Как довести вашу новость или ваш месседж до избирателей? Я согласна. Финансирование необходимо партиям. Но вопрос в другом. Когда вы получаете деньги, допустим, от председателя Сигнет-банк, всю информацию можно в Кнабе посмотреть, если кого-то интересуют все пожертвования, какие-то интересы он свои подразумевает в этом? Ну знаете как, мы, во-первых, не получаем деньги от председателя… Объединения. Да. И даже объединения не получают, от частного лица получают. От частного лица? Да, который является в свою очередь. Который является, где-то работает, да. Он какой-то свой интерес в этом подразумевает? Мы как объединение не продаем, не продаем, скажем, решений и не продаем места в правительстве. Нет, это понятно. Нет, 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 это ответ, который подразумевается под ваш вопрос. Это просто его, я не знаю, политическая привязанность и общее настроение, общее видение с вашим объединением. Это нас поддерживают те люди, которым есть что-то, ну скажем… Вообще? Им нравится, им нравится, какую политику мы ведем. Ну им бы тоже хотелось, чтобы им не нужно было, скажем, ну давать деньги на предвыборную гонку или партию. Они в другом виде могли использовать эти деньги, да, культуре, спорту, кому-то другому. Вот возвращаясь все-таки к экономике, я думаю, что и Влад Галя вас часто спрашивает. Вот мы уже сказала, моя коллега, что даже в Таллипе с этого аэропорта построишь, люди начнут продолжить уезжать, еще проще им будет. Вот в связи с этим возникает вопрос, все-таки на ваш взгляд, что еще нужно сделать, чтобы те же молодые семьи не уезжали? Да, у нас есть вот госгарантии вот на это жилье, на единственное, скажем так, да. Ну мало, это мало, потому что… Уже ответили стену построить. Да, потому что вот те же квартиры, чтобы взять кредит, молодая семья, она должна показать официальный доход. Неважно, есть госгарантии или нету. Вот мы понимаем, что доходы у молодых семей небольшие, люди только начинают работать. Что здесь нужно еще сделать, чтобы просто люди не уезжали? Кредитование сейчас в стране, кредитование сейчас очень в низком уровне. Вот я вот. В низком уровне из-за того, что у нас тот же самый вопрос, скажем, финансовой ямы или финансового болота, где мы попали, и сейчас должны выбраться из этого, и чтобы банки нормально могли кредитовать наших людей, наших предприятий. Иначе ничего не получится. А почему банки вот не хотят? Потому что у нас ситуация в финансовом рынке, ну, скажем, год тому назад еще была, ну, не такое уж хорошее. Не было необходимости. Да, и сейчас мы должны бороться, чтобы не попасть в этот серый или черный список в глобальном финансовом секторе. И это очень, скажем, ну, всех раздражает. Раздражает. А нет такого вот риска? У нас же все-таки, несмотря на большой контроль финансового сектора, все-таки, ну, у нас мир свободен, Европейский союз, свободное движение капитала. Ну, если латвийские банки некоторые продолжат политику, как бы вот жесткую неоткрывание счетов, ну, начнут компании открывать счета в банках, там, не знаю, Австрии, Великобритании. Это уже происходит сегодня? Это уже происходит, да. Это уже происходит сегодня. Тем более, когда речь даже не заходит о сомнительных денег, денег, нерезидентах, просто нерезиденты говорят, я не могу открыть счет, да, они просто боятся открывать счет иностранцам здесь. Знаете как, просто ничего не происходит. Бюрократия в банках сегодня на сневожительный день больше, чем бы хотелось. Я надеюсь, что новый, новый руководитель ФКТК сможет изменить эту ситуацию. Вот мы знаем, что сейчас происходит целый ряд расследований, в том числе вот этих строительных картелей. Вот с одной стороны говорят, что да, вот картели очень плохо, надо бороться, с монополиями надо бороться, всем надо бороться. Но, не вдаваясь подробно, кто виноват, пускай правоохранительные органы там разбираются, нет ли такого ощущения, что тогда мы последних крупных предпринимателей, которые, кстати, наполняют бюджет, чтобы мы там не говорили, там миллионы, они платят государственный бюджет, мы их, условно говоря, распугаем. Знаете, я считаю, я в том мнении, если кто-то жил с серой экономикой до сих пор, то их нужно вывести в Солнце. Это, да, это правильно. Да, и те, которые это не понимают, что так, ну, что лучше так, тех, скажем, лучше вывести из рынка вообще. Вообще. Давайте, может быть, примем последний звонок на сегодня. Наденьте, пожалуйста, наушники, да, попросим нашего слушателя очень коротко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у вас сегодня прям сказочный некомпетентный гость с двойными стандартами. То есть, получается, когда его партию спонсирует это частное лицо, когда другие партии спонсируют, значит, это коррупция, и нужно повышать, значит, партиям доплаты. Вот такая реплика, хотя, я так понимаю, общий был комментарий ко всем, что лучше-меньше частных спонсоров, да? Я сегодня до сих пор слово коррупции не упомянул. Да. Да, нам на этом пора заканчивать. Спасибо. У нас в гостях был глава бюджетной комиссии СИМ, депутат объединения для развития, за Мартин Джипондар. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.